Рязанский дворец детского творчества переживает вторую молодость. После тщательного ремонта он почти такой же, как и 63 года назад. Вроде бы. Те же гипсовые пионеры, те же вазоны, та же лестница. А нет, лестница стала современнее и безопаснее. Родители, в первую очередь, родители, детей, которые каждый день приводят детишек на дополнительное образование. Чтобы это было безопасно. Поэтому мы очень рады, что такой проект осуществился. А мы-то как рады, спасибо. Совместный депутатский корпус с администрацией поработали и результат мы видим все налицо. Новые ступени возводили из практичности, чтобы не скользили подошвы, чтобы дворнику удобно было их подметать. Впрочем, в плане надежности это еще не все. Тщательно поработали не только над внешней безопасностью, но и над внутренней. Второй момент – это требования новой противопожарной безопасности. У нас есть зрительный зал, в котором есть сцена. И эта сцена была оборудована системой автоматического пожаротушения. Еще одна сцена в муниципальном культурном центре сегодня образцово-показательная. После ремонта здесь новые двери, решетки, кресла, паркет. И это тоже совместный проект городских властей. Самое главное, что просили – современная акустика и освещение. Главный зал заметно посвежел. На радость всем общественным организациям. Поменяли занавес, поменяли входные группы. И ждем зрителей для того, чтобы удивлять на сцене новыми идеями. Собственно, вот то удивление, которое построено на сцене – это онлайн-студия, в которой снимаются и записываются творческие номера всех коллективов нашего города. И поздравления, которые будут звучать в течение новогодних праздников. Удивлять здесь готовы постоянно, особенно под Новый год. Праздничная музыкальная программа – пока секрет. Нам удалось зацепить лишь кусочек. Остальное – ближе к дате. Главная сцена станет специальной интерактивной площадкой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Максим Федора, Глобиева. Продолжение следует...